Шалом! Здесь будет и Термокс, и Windows, и ТДОС на телефон. Сегодня мы поговорим про устранение конкурентов или как кому-нибудь напакостить. Почти каждый современный бизнес находится в цифровом формате, будь то сайт, объявление, таргетинговая реклама или бизнес-аккаунт в Инстаграме. Теперь представьте локальный бизнес, будь то автомойка или парикмахерская, неважно. Бизнес здесь именно локальный в том плане, что ты не поедешь из-за акции или скидки в 50 рублей с одного конца Москвы в другой, потому что на бензин ты потратишь куда больше денег, ну и собственного времени тоже. А теперь обратимся к человеческому фактору. Люди либо обленились, либо считают себя важнее и круче других людей и поэтому бронируют места по телефону. Представьте, локальный бизнес, на твоей территории находится 20 конкурентов, и представьте человеческий фактор, лень или важность. Он поедет не туда, где ближе, а куда сможет дозвониться и забронировать время, ведь ему лень ждать 30 минут по факту своей очереди. А что будет, если дозвониться он сможет только вам? Вы получите новых клиентов. Об этом и поговорим, как устранять конкурентов не совсем честными методами. Хотелось бы сразу сказать, что данное видео не является пособием, гайдом или инструкцией, это видео является предупреждением. То есть, если такое произойдет с вами, то знайте, вы кому-то насолили. Некоторые из этих способов мы уже с вами обсуждали, ну а теперь я вам хочу показать их на практике. Начнем со всеми известного SMS-бомбер. Принцип работы программы заключается в том, что на указанные номера отправляются сообщения с различных сервисов, на которых идет восстановление или регистрация аккаунтов, доставка пиццы и прочее. Ну зачем мне звонит какая-то Великобритания, блядь, сдауны. Понятно. Пора засунуть это. Давайте теперь засекаем одну минуту и посмотрим, сколько сообщений придет. Нажимаем на кнопку старт и поехали. Здесь сим-карта не российская, поэтому, конечно, не самый эффективный вариант, но все же. За одну минуту прилетело 17 сообщений. А сейчас давайте обратимся к термоксу и я вам смогу продемонстрировать почти то же самое. После того, как я настроил термокс и скачал бомбер, перехожу к настройкам. Ввожу уникальный ключ, указываю номер и потоки. И вот небольшой результат. Эффективным методом также являются телефоны флут звонками. Вот только любители испортить жизнь другим сильно не радуйтесь, потому что это любительский софт, а не профессиональный. Потому что в профи там вообще используются боты, дедики, автодозвон со скайпа, потом чередование с обычной сип-телефонией и так далее. Такое можно было показать, но в таком случае этот ролик принесет больше вреда, чем пользы. Ну, приступим к ознакомлению. Для начала воспользуемся каким-нибудь сип-сервисом. И в большинстве случаев для их регистрации требуется какой-нибудь номер телефона. И в данном случае на этом сервисе имеется баг. Если при регистрации указать украинский номер, то каждый последующий дозвон будет с нового номера. Сейчас я перешел на сайт с виртуальными номерами и выбираю данный сервис. Теперь покупаю номер за 3 рубля. Я получил этот номер и указываю его при регистрации. И через пару секунд мне прилетают данные для авторизации. Заходим в этот софт и добавляем аккаунт для авторизации. Теперь в настройках можно указать количество потоков, какой будет тайм-аут и прочие функции. Меня интересует раздел «Позвонить» и «Сбросить при ответе». Можно также попробовать позвонить и проиграть аудио, но покажу позже. Я выбираю второй метод. Обращаюсь теперь в телефонную книгу. Здесь я добавил список номеров, на которые будет происходить дозвон. Ну и нажимаю на кнопку старт. Попытка подключения номер 1. Первый – рандомный номер. Я сбрасываю. Номер уже другой. Периодичность данных звонков будет составлять 10-15 секунд. Вообще, в идеале, если кто-то проводит подобные атаки, то они совершаются примерно каждую секунду, что делает телефон игрушкой, потому что сеть будет полностью недоступна. Но даже с таким любительским софтом уже можно свестись человек с ума. 12 секунд – один номер. Вот еще один. Ну и так будет продолжаться, пока кто-то не нажмет на кнопку стоп. Вот опять. Украина. Сейчас давайте проэкспериментируем и добавим какую-нибудь аудиодорожку. Настройка звуковых записей. Добавляем звуковой файл. Поставим на громкую связь. Ебать, это что было, блядь? Голос станы какой-то. Сейчас случился перегрев, и за это время я сделал небольшую нарезочку со своего процессора. И давайте послушаем, как это звучит в телефоне. Нажимаем на кнопку старт. Я нажимаю на кнопку ответить. Слушаем. О господи, спасите, спасите, пожалуйста, на меня нападают. Аааа, нет! Мы, где нам? Да мне похуй, кто ты. Я, фиг, я создан, чтобы убивать. А я дядя Ваня Баклажану, поэтому пошел ты нахуй хру, блядь. Вот так. Так же, как вариант, некоторые используют систему с подменой номера. А некоторые сервисы предоставляют подобную функцию не только с подменой номера, но и с подменой голоса. Представьте, что у вас с вашим конкурентом есть общие поставщики. И тут ему звонят от вашего имени, от вашего номера, начинают хамить, и вы в черном списке. Кстати, во время анализа информации я чекнул комментарии и увидел, что некоторые люди таким вот образом шантажировали проституток. Она, бедная, значит, оставила свой номер на сайте оказания интим услуг, а тут ей перекрывают поток, и клиенты не могут дозвониться. Я не знаю, что должно случиться в жизни у человека, чтобы он стал шантажировать путан. Дальше углубляться не будем, потому что последующие действия могут вызвать не совсем нормальные последствия. Ну, сами понимаете, у каждого человека свое на уме. Ну, и именно по этой причине я взял такой обычный простой софт для демонстрации. Если с вами случилось подобное, именно на любительском простом уровне, то советую воспользоваться каким-нибудь блок-листом, который блокирует номера телефонов по ключевым кодам, то есть начальным цифрам. Ну, например, этот телефон рабочий, некоторые люди знают этот номер, и в 5 или в 6 утра начинают отправлять разные сообщения. Поэтому я на андроиде могу вам порекановать программу «Черный список Pro». Правда, скачивал я ее на FOP.DA. Просто поставил настройки «Не брать со скрытых номеров», «Не брать с неизвестных номеров», «Ну и блокировка по коду страны». Однако, если с вами случилась такая ситуация, что вам долбят, скажем, с 8 тысяч разных IP-адресов, с разного софта ботов, дедиков, то там вам уже никто не поможет. Максимум, что вы сможете сделать, позвоните своему сотовому оператору, который скажет «Ну, блядь, сам виноват, нехуй было свой номер светить». И все, пожмут плечами, отправят себя и будь что будет дальше. С вами был Ловер, если вам понравилось видео, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на этот канал, всем пока и до новых встреч. Вот, да, кстати, да нахуй, в пизду. YouTube опять мне никуда не выводит ни в тренды, ни в рекомендации. Я в уведомлениях с этим тупым колокольчиком. Да, можете, кстати, его попытаться снять, поставить заново, возможно, он у вас заработает у тех, у кого он не работает сейчас.